Третьего глаза в том понимании, как понимается в эзотерике, многие понимают, что в третий глаз существует шерстковидная железа, которая выполняет функцию третьего глаза. И многие даже рисуют третий глаз во лбу, считая, что это символ. Так вот, объясню, что третий глаз – это образ, который создается. И когда рисовали здесь третий глаз в виде глаза, это просто символически означали, что данный человек вышел на уровне видения мозга, на другому качественному уровню. Даже два наших глаза, первые два глаза, скажем так, почитайте, кому интересно, это сущий разум первый том, где я описываю природу видения. И там четко станет ясно, что то, что мы видим, есть то, что наш мозг воссоздает коллограмму реальности, но не отражение реальности в том плане, как мы привыкли понимать. Потому что до оптических зон коры мозга доходит не картинка, а происходит перераспределение ионов в нейронах мозга, которые отвечают за зрение. Ну, в двух словах ты мне расскажешь, кому интересно, более подробно почитать это. Потому что там очень красиво и прекрасно. И когда мы видим, то есть наш мозг воссоздает образ того, что получилось, то есть воссоздает копию реальности. Но когда мы имеем третий глаз, этот человек, уже не используя органы чувств такого плана, получает информацию напрямую. Мозг, ее мозг обрабатывает и выдает в темном виде. Поэтому, так сказать, когда говорим, что влияет на шерстковидную железу, шерстковидная железа в полном смысле, в том плане, как видение на другом уровне, имеет очень косвенное отношение. Поэтому рекомендую избавляться от влияния, так сказать, восточных течений, учений, которые в основном слышали звон, да не знают, где он. Потому что большинство из них, к сожалению, не могут так кого-либо. Продолжение следует...